15 января в стране начинается проведение единого национального тестирования на платной основе. Министерство образования и науки объявило, что единое национальное тестирование проводится до 20 января. Напомним, что государственный образовательный конкурс проводится 4 раза в год. Следующий платный тест состоится в марте. В дополнение к зимним и весенним экзаменам министерство проведет еще два тестирования. Стоимость платного ЕНТ составляет 2242 тенге. По информации представителей Министерства образования, платное тестирование, проводимое в январе, марте и августе, позволит желающим поступать в высшие учебные заведения. Если же тестирование будет пройдено в июне, то заявители смогут подать заявку в грантовый отдел. В этом году формат тестирования остается прежним, то есть необходимо сдать экзамены по трем обязательным предметам – истории Казахстана, математики и грамотности чтения, а также экзамены по двум профильным дисциплинам. Ожидается, что в этом году в Семее в платном едином национальном тестировании примет участие 151 человек. Из них 87 учеников старших классов городских и пригородных населенных пунктов. Остальные – выпускники школ прошлого года. «Может подготовиться дальше, еще проверить свои знания в марте, в конце марта, затем он будет сдавать в основном, то есть в июне и в июле, когда все выпускники сдают, чтобы завоевать образовательный грант, а затем в конце августа, в августе тоже может четвертый раз сдать. Здесь тоже на платной основе. Только вот сдача ЭНТа в июне по июле, она будет только претендентной, только могут выпускники наши претендовать на образовательный грант». Продолжение следует...